В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. Праздничный концерт с любовью к маме прошел в Винновской детской школе искусств. В Ленинском округе возродили традицию торжественных проводов призывников в армию. Служба в армии, вам, наверное, еще со школьной скамеетно говорили, является долгой и почетной обязанностью каждого гражданина нашей страны. Турнир памяти героя Советского Союза Александра Балясникова собрал юных футболистов из разных муниципалитетов. Мало кто замечает, что сегодня в сборной играет Газинский из Комсомольска на Амуле, Кудряшов из Братска. Молодой, но уже ставший любимым праздник матерей отмечается в нашей стране в последнее воскресенье ноября. День матери – это повод лишний раз сказать своим самым дорогим женщинам теплые слова. В Винновской детской школе искусств прошел праздничный концерт с любовью к маме, на котором побывала наша съемочная группа. Мамы разные нужны, мамы всякие важны. И сегодня в детской школе искусств собрались самые разные мамы, ведь это их праздник. Многие пришли сюда самым ценным в своей жизни с детьми. В фойе школы для ребят устроили мастер-классы, на которых они могли изготовить своими руками подарок для мамы. Пока рукодельничали, подбирали для мамочек самые теплые слова. Моя мама самая лучшая, она очень добрая и всегда мне помогает. Она меня сильно не ругает, если у меня что-то произошло в школе или где-то. Она сразу мне говорит, что делать и помогает. Красивая, добрая, милая. Ты на нее похожа? Ну, немного. Больше на папу. А чем бы ты хотела на маму быть похожей? Характером. Она добрая, как бы хорошая, помогает всегда. Чем ты хочешь быть на нее похожей? Ну, тем, что она хозяйственная, трудолюбивая. В этот день даже серьезные мужчины и те признавались – мама в их жизни – самый дорогой человек. Нельзя забывать о наших матерях. Нужно чаще их вспоминать, звонить, поддерживать. Потому что она там, наверное, где-то каждая старушка сидит и ждет и думает. Да, мой где-то ребенок. Вот позвонила, и она, наверное, радуется и вспоминает это до следующего звонка. У Анастасии Самошиной двое малышей. Ее материнский стаж всего 4,5 года. Но это довольно короткое время перевернуло всю ее жизнь. На 3,6 градусов. Все замечательно. Я даже не знала, что можно так любить людей, любить человека такого маленького. Еще одна героиня праздника – Юлия Остроумова, мама трехлетнего Саши, призналась – материнство для женщины – самое важное дело жизни. Все центры вселенной поменялись у меня. Вот теперь один у меня только стал. Это же самое счастье большое в жизни. На праздничном концерте собралось так много мам, что в зале не было свободных мест. Глава муниципалитета Валерий Венцель поздравил с этим событием женщин, у многих из которых трое и больше детей. В первую очередь хотел бы вам сказать спасибо всем тем, у кого много детей. От трех как минимум. Давайте поаплодируем вместе. Я понимаю, насколько сложно отдавать всю себя для того, чтобы вырастить маленького ребенка, чтобы он потом помогал тебе. Это требует очень много самоотдачи, это требует большого внимания, это нужно забыть о себе. Но современным мамам удается все, в том числе и оставаться красивыми. В последние годы женщины снова хотят иметь большие семьи, успевая совмещать материнство и работу. Государство и, в частности, муниципальная администрация всячески поддерживают многодетные семьи. Так, в нынешнем году порядка двух тысяч семей получили помощь. По поручению председателя Совета депутатов Ленинского района Станислава Николаевича Радченко и всего депутатского корпуса, я искренне поздравляю вас с этой замечательной и прекрасной датой. Много слов благодарности звучало в этот вечер со сцены. И все творческие номера тоже были посвящены героиням праздника. Одну из композиций исполнили вместе три мамы и их дети. Совместное творчество – важная составляющая воспитания. Это торжественное мероприятие состоялось накануне любимого всеми праздника. Ну а 24 ноября не забудьте поздравить ту единственную, которая дала вам жизнь – свою маму. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Есть такая профессия – родину защищать. В России по закону год поработать военным должен каждый годный к службе мужчина старше 18 лет. В Ленинском муниципалитете возродили традицию торжественных проводов призывников в армию. На первом таком мероприятии побывал наш корреспондент Максим Козлов. День призывника в муниципалитете имеет давние традиции. Еще в советские времена жители Ленинского района взяли шефство над одним из боевых кораблей Северного флота. Именно на него торжественно отправляли служить лучших из лучших. Раньше у нас, когда был в действии наш подшефный эсминец Гремящий, мы отбирали из большого отряда ребят, которые имели правду и честь служить на этом эсминце. Над кораблем шефства уже нет, а вот хорошую традицию решено возродить. Девять парней из поселений Видное и Володарское скоро отправятся на военную службу. В районном историко-культурном центре их напутствовали родители, друзья, представители руководства города и муниципалитета. Служба в армии, вам, наверное, еще со школьной скамеетно говорили, является долгом и почетной обязанностью каждого гражданина нашей страны. С напутственным словом перед новобранцами также выступил священник Дмитрий Довбыш. В своей речи он сделал акценты не только на духовных, но и на практических аспектах военной службы. Хочется пожелать, чтобы вы слушали очень внимательно все инструктажи, которые он будет давать. Вы будете за них сразу расписываться, потому что от этого зависит ваша жизнь. Работая, обязательно старайтесь выполняться внимательно. Вот, если, ну и стесняться не нужно, просто сказать, господи, благослови и эту работу делать. Совсем недавно эти молодые парни прошли призывную комиссию. Всего в этом году 100 человек из Ленинского района отправятся в ряды российской армии. Впрочем, до конца года ожидается, что этот план, установленный Министерством обороны, будет перевыполнен. Как наш военком говорит, кто работает, тому и дают повышенные нагрузки. Мы всегда задания выполняем. Уверен, что выполним и в этом году. Ребята все идут с желанием служить в армии. Действительно, для каждого из этих парней служба в армии – осознанное желание. А для многих еще и важный шаг, необходимый для воплощения жизненных планов. Будет военный билет, который потом открывает тебе пути по жизни все. Адем, более, с моей профессией, которая... Я окончил на училище, получается, гражданской авиации. А по моей профессии нужен военный билет для трудоустройства. Поэтому, конечно, с удовольствием год можно будет посетить. Сотрудники призывной комиссии отмечают неизменно высокий физический уровень подготовки парней из Ленинского муниципалитета к службе в армии. Что приятно, что сейчас даже люди уходят в армию, два человека уходят из клуба «Десантник». И у нас много ребят уходят в армию, потому что они готовы к этому служить. Ирвутся в десантные войска, там, где можно проявить свои умения. С сегодняшнего дня День призывника вновь станет в Ленинском городском округе хорошей традицией. А младые люди наверняка, с одной стороны, почувствуют большую ответственность, а с другой отправятся на службу с ощущением заботы и поддержки земляков. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В рамках регионального проекта «Один щелчок спасает жизнь» сотрудники ГИБДД провели встречу с представителями автотранспортных предприятий. Они обсудили причины дорожных происшествий, а также изменения в законодательстве. Четверо из пяти человек, погибших в ДТП, могли выжить, если бы пассажир, сидящий сзади, был пристегнут. С таких данных начала свою речь инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ольга Аверенкова на встрече с работниками автотранспортных компаний. Ее участники отметили, начинать бороться с неутешительными показателями нужно с инструкцией для водителей, которые должны убедиться в безопасности перевозки пассажиров прежде, чем трогаться с места. Но есть и другая веская причина ДТП, о которой тоже необходимо помнить. Наша беда – это мобильные телефоны в руках водителей. Если вы заметили водителя, разговаривающего по телефону, без применения наушников, как у нас сейчас это называют, соответственно, нужно снять видеофиксацию и сообщить сотрудникам госавтоинспекции. 22 представителям автотранспортных предприятий муниципалитета разъяснили поправки в законодательстве. Они касались правил перевозки групп детей. Ответственность водителя за пассажиров возросла, но увеличилась она и для работодателей, которые нарушают нормы труда и отдыха своих подчиненных. Ярким галоконцертом завершился четвертый открытый районный конкурс творческих коллективов и декоративно-прикладного искусства «Моя Россия». Несколько месяцев участники шли к этому событию, выставляли свои поделки, представляли танцевальные и театральные номера. О конкурсе и его логическом завершении расскажет Юлия Пагасьян. Порядка 750 человек из Ленинского городского округа Москвы и Подмосковья стали участниками конкурса «Моя Россия». С прошлого года конкурс стал открытым, что позволило всем желающим принять в нем участие. Здесь нет возрастных ограничений. Заявки принимались в двух категориях – творческие коллективы и декоративно-прикладное искусство. В течение двух месяцев проходили прослушивания и просмотры танцевальных, песенных и театральных номеров, а также выставки различных поделок. Гала-концерт – логическое завершение масштабного конкурса «Моя Россия». Результаты артистам пока неизвестны, но они рады выступать на сцене Дома культуры и принимать участие в таком красочном концерте. Дети выступают, стимул, они волнуются, они переживают, они нарабатывают профессионализм, мастерство. Ну и, конечно, все стремятся на гала-концерт, ну а здесь сами – любовь зрителей, аплодисменты, они адреналин получают и все, все, что получают артисты на концертах. Опытным жюри заявки участников оценивались по пятибалльной системе в нескольких номинациях. Хореография, начиная с народной, заканчивая эстрадной и классической. Вокал тоже разных стилей, литературно-музыкальные композиции, театральные постановки и все существующие направления декоративно-прикладного искусства. В каждой из номинаций отобрано по несколько лауреатов, дипломантов и один победитель гран-при. Мне очень понравился конкурс. Мы выступали про шим-шим, танец шим-шим, степ, он без музыки. А можете нам прямо сейчас показать какой-нибудь отрывок из него? Пожалуйста, просим. Таких талантливых детей сотни. Ученица Видновского художественно-технического лицея Валерия Андросова. В школьной танцевальной студии «Бенефис» занимается недавно, но танцевать любила всегда. Теперь вместе с коллективом девушка выступает на разных районных мероприятиях и конкурсах. Конкурс мне очень понравился, так как было очень много талантливых коллективов, с которыми действительно можно было побороться. Я еще не знаю, какое место мы заняли, но уверена, не одно из последних. Также по поводу нашего коллектива, меня очень вдохновляют танцы. И дружественная атмосфера в нашем «Бенефисе» также помогает танцевать лучше и развиваться в этом направлении танцев. Для гала-концерта организаторы не стали отбирать какие-то определенные творческие номера участников, а предложили им сплотиться и создать сводные выступления. Таким образом, на сцене в этот день удалось побывать почти всем артистам конкурса «Моя Россия». Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВиднетВ. В спортивном комплексе Молокова прошел турнир памяти героя Советского Союза Александра Балясникова. Юные спортсмены из разных муниципалитетов не только сразились за победу, но и получили наставления от именитых футболистов. О ходе турнира расскажет Арсений Рогозянский. Сходу определить победителя турнира практически невозможно. Гости приехали из спортивных школ Домодедовского, Люберецкого и Раменского городских округов. Команду нашего муниципалитета представили молоковские корсары. На этом турнире пересеклись прошлое и, возможно, будущее российского футбола. Юные футболисты еще только подают надежды, тогда как Анзор Квазашвили уже давно завершил карьеру. Для детей это живой пример того, что самые трудные вершины можно покорить своим трудом и рвением к делу. Он дважды в эпоху легендарного Льва Яшина становился лучшим вратарем Советского Союза, а также брал бронзу чемпионата мира в 1966 году. Анзор Амберкович считает, что такие турниры повышают качество игры юных футболистов. Молодцы ветераны правоохранительных органов Московской области в том, что они вспомнили об этом человеке и в честь его проводят футбольный турнир среди детей. Еще одним именитым гостем турнира стал бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года, мастер спорта международного класса Евгений Ловчев. Он отметил, что благодаря таким турнирам появилась новая тенденция в развитии футбола в стране. Мало кто замечает, что сегодня в сборной играет Газинский из Комсомольска на Амуле, Кудряшов из Братска, Головин из маленького городка из Кузбасса. И пошли-поехали. А раньше играли только киевляне, спартаковцы, тбилисцы. Это говорит о том, что футбол ушел в регионы. Но дома и стены помогают. Победителем турнира стала команда Корсары. Второе место заняла команда 4-го лицея из Люберец. А почетную бронзу вручили Сатуренку из Раменска. Также ребятам подарили книги с подписями футбольных мэтров, из которых они смогут много узнать о биографиях известных спортсменов. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.